ну что всем привет с вами надежда цветочки мои домашний не засохли не умерли хотя их никто не поливал я убрала их с окна и повесила в глубине комнаты подальше от солнечных лучей и они прекрасно сохранились хотя их никто не поливал и не вымерли здорово на улице все цветет и пахнет цветы цветут все заросло может быть сделаю обзорчик сада посмотрите в каком сейчас состоянии картошка моя она прекрасно выросла хотя ее никто не поливал и не трогал я ее посадила и забыла сейчас покажу какого размера она выросла прошлые года я обязательно сделала букетики из картофельных цветочков очень они удобные для этого у них ножка они имеют красивый вид и стоят долго и удобно из них делать очень букетики но в этом году конечно я не буду никакие букетики делать нет настроя нет желания ну и зачем вообще эти букетики нужны если как такового дома как я говорю с детьми нет хотя я всегда делала эти букеты для себя сожалению треноги у меня нет она у в россии поэтому снимаю вот ну как получается в общем хочу показать вам высоту картошки вот зацените так сказать получилось ли у меня показать эту высоту или нет а высота ее по пояс мне представляете выросла большая высокая красивая картошка здорово вот такое маленькое у меня картофельное поле с высоченной картошкой который скоро дорастет подсолнух ну а на месте где у меня была когда-то ежевика если вы помните сейчас остатки ее еще остались пчелки опыляют здесь у меня растут кабачки вот в таком они виде сейчас чувствую урожай то будет но я его не увижу точно потому что мне скоро уже уезжать здесь же растут цветы космея и по краю бобы клематис заплел беседку вот так она выглядит а горох сирени который я сажала в этом году показывает отвратительный урожай он должен быть два метра высотой а он совсем маленький и очень мало стручков а все потому что его никто не поливал какой уход такой урожай жалко хороший сорт но ничего он у меня есть буду следующем году сажать на этой грядке прекрасно растет салат придется его курочкам отдать кому он еще нужен помидорки разрастлись бурным цветом как вы видите немножко уже есть помидорок зеленых довольно таки многости вы помните это грядку я сажала прямо на навоз и закапывала в нее нет они не жируют помидоры абсолютно все нормально корни не обожглись помните мы думали с вами обожгется ли помидор корнями об навоз или нет нет все нормально цветет и не жируют вполне достаточно здесь и листовой массы достаточно и так сказать ягод много осталось только нижние листочки убрать и прибрать так сказать ту грядку привести ее в нужный вид уберу нижние листья и тогда будет понятно сколько помидор на других грядках тоже уже много помидор зеленых но похоже тоже не я буду их собирать не я буду их есть на этой грядке тоже закопан был навоз ничего не сгорело ничего не случилось некоторые зрители мне писали что кончится все плохо но как видите урожай вполне хороший будет когда он поспеет но эта грядка с экспериментальным картофелем который я вырастила из семян прошлом году нет позапрошлом году вот так вот он выглядит вполне хорошо ему а вот пшеница совершенно не взошла ничего потому что как я и сказала без полива ничего не зайдет результат в принципе ожидаемый ничего не поделаешь крыжовник во всю растет в большом количестве сладкий вкусный не очень крупный но очень сладкий и вкусный крыжовник эх жалко не здесь лёша с мишей они бы оценили можно конечно из него сделать варенье и как-то его заготовить но честно говоря во первых нет желания во вторых оставлю я эти ягодки тому человеку шамислав который смотрит за курочками пускай он заберет их эти ягодки своим детям у него тоже дети двое мальчишек думаю он справится с этим кустом у меня всего лишь один кустик это ягодки но очень-очень урожайный курочки в порядке за ними смотрят смотрели пока меня нет не было и водичка у них есть и корм в общем все у них хорошо у этой курятинки моей лунариум потихоньку меняет цвет и скоро превратится серебряные монетки надеюсь мне удастся их собрать надеюсь все будет так как задумано и я смогу вам его показать все наверняка уже знают про мою обувь которую я ношу постоянные везде хейтеры уже неоднократно проходились по моей ботин по моим ботиночкам по моей обуви вы наверняка помните мою белую обувь к сожалению в россии не пойму как она прорвалась моих мои кожаные кроссовочки и ботиночки которые я очень люблю они супер удобные не знаю как получилось но с одной стороны прорвалось причем не по шву отнесла к сапожнику он попытался заклеить что-то сделать но сказал что он бессилен что он не может починить мои ботинки это очень грустно потому что я очень люблю эту обувь чисто кожаная покупала ее лет 7-10 назад и она супер удобная поэтому я все равно буду ее носить забежала в магазин где продают все со вторых рук и купила две пары ботиночек они конечно не заменят мне мои белые ботиночки потому что мои белые ботиночки они рабочие я в них живу ну а это более такие выходные кожаные в хорошем состоянии они нигде не потертые вот такие вот красивые цвета коричневого кожаные ботиночки купила я в магазине благотворительности куда люди сдают свои свою ненужную обувь покупать что-то дорогое не намеренно я лучше куплю какую-нибудь породистую козу или овцу или козленка чем буду сейчас покупать какую-то дорогую обувь а носить мне просто нечего если у меня порвутся мои белые ботиночки мне будет ходить просто нефть хотя нет у меня еще двое сапог но на не не очень летний ну и вторые ботиночки которые я прикупила вот такие вот беленькие не знаю зачем не спрашивайте не знаю буду ли я куда-то носить не знаю хотя если они будут удобные то буду носить они тоже кожаные частично они как в сеточку не знаю что это такое за фирма но мне показались они удобные я решила взять стоят они просто копейки что-то около 4 фунтов стерлингов согласитесь это совсем мало написано фирма но я ее не знаю мне фирма в принципе не важно главное чтобы ботиночки были удобные они все в хорошем состоянии магазине я их уже примерила они мне подошли на смену конечно как я сказала моим кожаным они не подойдут не уверена возьму ли я их в этот раз в россию просто потому что в чемодане может не хватить места хотелось бы но в россию я сейчас еду для работы то есть мне там надо будет работать гулять сильно будет некогда поэтому немного не очень актуально такие белые красивые ботиночки на выход но все равно когда-то я их заберу пускай пока что в британии побудут вот такие вот у меня покупочки можно было бы конечно купить что-то дорогое но я лучше куплю какую-нибудь породистую овцу или какого-нибудь породистого барана чем покупать сейчас новую обувь а сама похожу в том что есть согласитесь также правильней будет поступить все свои новые и старые ботинки я обработаю обычным спреем от от чего но от грибка от запаха от всего такого и оставлю здесь в британии кроме тех что вот самый левый их я возьму с собой заодно купила агафьи вот такие вот игрушки тоже на базаре кто-то продавал кому-то было ненужное вот такая вот семейка из мышек мама папа и мышата одетые в одежду я думаю агафе понравится я помню в детстве тоже любила такие маленькие игрушки тем более они очень мне кажется правильные да это не человечки но все же семья мама папа и ребята дети вот такая вот семейка но и на этом я заканчиваю свое видео надеюсь оно вам понравилось всем пока